Не морозь меня, моего коня! На площади парка имени Льва Толстого блину негде упасть. Химчане дружно провожают зиму. Каждый второй танцует подзаводные русские народные песни, а кто не танцует, тот ест. Масленица без блинов равносильно марту без кричащих котов, апрелю без подснежников и маю без грозы. Одно без другого существовать не может. Здравствуйте, извините, можно задать вопрос? Да, да. Как блины каждый день? С праздником, спасибо. Почти каждый день. Сейчас пока масленица, надо пользоваться моментом. Так что очень вкусно. Блины всю неделю едите? Всю неделю, с утра до вечера. Пузо не лопнет? Давай, давай. Вроде нет пока. Я очень люблю есть блины, но на этой неделе ем первый раз. Очереди за блинами не уменьшались на протяжении всего праздника, лишь пополнялись новыми желающими отведать лакомство, которое, кстати, стало и главной частью конкурса на самого быстрого едока. Эксперимент не на жизнь, а на смерть. Съесть холодный толстый блин без чая – задача не из легких. Кто-то пытался успеть быстрее других за счет ритуальных танцев. И все же победил самый смекалистый участник соревнований. Блины были очень сухие. Как вам удалось его съесть? Надо было помедленнее желать просто. Они сразу их закидывают в рот и все. Так что все супер. Не только гастрономических, но и традиционных русских забав было хоть отбавляй. На центральной аллее парка не было клочка земли, где не происходило бы что-то задорное и веселое. Самые юные химчане проверяли свою меткость в игре в городки и в бросании валенок в корзину. Звание сильнейшего определяли в борьбе, где участники конкурса надевали массивные костюмы блинов. И куда же без традиционной битвы подушками. Интересно, падать не так уж и больно. Здесь же развернулись столы с декоративно-прикладным искусством, где мастера вместе с ребятами изготавливали миниатюрные куклы. Я сделал вот такого кота в свитере и на массе из-за куклы. Жонглеры и ходулисты также добавляли праздничного настроения горожанам. Здравствуйте. Скажите, у вас дети не боятся? Нет, не боятся. Не все. Не все, да. Дети в основном, наоборот, хотят на ручки, хотят потрогать, как будто мы искусственные. На проводах зимы занятия нашли для себя и представители старшего поколения, которые укрылись от ветра в стенах музейного комплекса «Артишок». Мы сегодня создаем цветочные композиции в корзинках из живых цветов. То есть у нас здесь фоларист-мастер, учит жителей городского округа, как делать правильные композиции. У нас сегодня аншлаг. Это очень приятно, что люди посещают такие мастер-классы. Позже к народным гуляниям присоединились и представители администрации химок. Дмитрий Волошин на несколько минут примерил на себя роль пекаря. Сделал сам около десятка блинов и раздал всем желающим. Приятного аппетита, химки! Будьте здоровы! Желите богато! Радуйтесь химкам! Всего за 4 часа празднования Масленицы по подсчетам организаторов испекли 30 тысяч блинов, которые химчане благополучно съели. Очень прекрасный праздник. Организация праздника просто великолепная. Самое главное, что это приносит радость людям. В завершении праздника на центральной аллее вокруг соломенного символа зимы собрались тысячи химчан. Поздравил всех горожан с наступлением весны глава округа Дмитрий Волошин. Пусть в каждый ваш дом придет счастье, любовь, тепло и доброта. Пусть все ваши дела сбудутся, а все ваши мечты осуществятся. И желаю, чтобы у вас ни одного блина не было комом. С праздником! Сжигание соломенного чучела завершило проводой зимы. Издревле этот ритуал называется похоронами Масленицы. По традиции пепел развеивают по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне. Химчане отправили в огонь свои миниатюрные Масленицы и записки с просьбами. Ведь, как известно, сгорающая Масленица исполняет желания. Александр Сергеев, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.